Наверняка вы не раз замечали, как люди, у которых дрожат руки, моментально прячут их в карман. Дело в том, что такой проблемой обычно страдают алкоголики. Но ведь далеко не всегда причина заболевания кроется в алкоголе. У многих людей руки трясутся совсем по другим причинам, коих может быть множество. Давайте поговорим о них более подробно. Первое. Эссенциальный тремор. Это расстройство двигательного аппарата, при котором у человека начинает дрожать голова, нижняя часть челюсти, руки и даже мышцы гортани, в результате чего он может запинаться. Встречается примерно у каждого сотого жителя нашей планеты. Стоит отметить, что заболевание чаще всего передается по наследству и проявляет себя в зрелом возрасте. Второе. Сильный эмоциональный всплеск. Как правило, возникает у детей, а также подростков и девушек, например, во время ссоры или в какой-либо стрессовой ситуации, при ранении, испуге или драке. В этом случае начинается дрожь по всему телу, в первую очередь в руках и ногах. Стоит отметить, что если человек будет нервничать еще больше, то дрожь лишь усилится. Чтобы успокоиться, можно прибегнуть к помощи лекарственных препаратов, которые уменьшают эмоциональное напряжение. Особенно стоит отметить юношеский тремор, который возникает чуть ли не у каждого второго подростка. Связан он с сильным эмоциональным напряжением. Обычно он не лечится, а в качестве профилактического средства медики советуют перед волнующей ситуацией или встречей принять седативное средство, употреблять которое можно только после предварительной консультации с доктором. Третье. Повышенная физическая нагрузка. Представьте, что вы пришли в тренажерный зал, слегка размялись и приступили к тренировке. Если вы, скажем, решите делать приседания с большим весом, то после упражнения существует вероятность того, что начнется тремор. То же самое касается и рук. Надо заметить, что в этом нет ничего необычного, поскольку в данном случае дрожь – это всего лишь ответная реакция вашего организма. Чтобы успокоиться необходимо немного отдохнуть, возможно даже полежать в течение нескольких минут. Четвертое. Симптом какого-либо заболевания. В самом деле, в некоторых случаях тремор является показателем наличия какого-либо заболевания в организме человека. Чтобы диагностировать его, необходимо записаться на прием к специалисту. Чаще всего руки дрожат при сахарном диабете, болезни Паркинсона и гипертириозе. И хотя заболевания эти простыми не назовешь, при правильном лечении избавление от дрожжи вам обеспечено. Пятая причина. Отравление. Многие из нас травились. Причиной может быть как алкоголь, так и любой продукт питания. При отравлении токсины попадают в кровь, откуда разносятся по всему организму, в том числе и в головной мозг, воздействуя на нервные клетки. Также токсины атакуют вестибулярный аппарат, влияющий на координацию движений. В итоге у больного начинает дрожать все тело. Обычно спустя время дрожь проходит, хотя в серьезных случаях необходимо употребление лекарственных средств или антибиотиков. Шестая. Руки также могут трястись с похмелья. Алкогольный тремор. Это ответная реакция организма на отравление алкоголем. Интересно, что эта реакция зачастую не зависит от количества принятого накануне спиртного. Основными признаками данной болезни считается не только дрожь в руках, но и ногах, а также голосовых связках. При этом нарушается координация движений, а в некоторых случаях возможно появление головной боли, слабости, тошноты и рвоты. Продолжение следует...